здравствуйте все на канале творческий сундучок с вами татьяна сегодня из заготовки из предыдущего видео я буду шить сумку шоппер кто не видел как я делала эту заготовку я оставлю ссылку под видео а чтобы не повторяться вариант пошива сумки будет немного другой чем обычно я шью и для начала мне надо осноровить заготовку до лицевой стороны сумки выравниваю края насколько мне позволяет размер заготовки и это будет основной размер сумки меня очень выручает вот эта линейка длина я 40 сантиметров и я часто по ней обрезаю нужные детали и вот после того как я осноровила размер заготовки получился 38 на 44 такого же размера выкроила из джинсов заднее полотнище и я его немного приукрасила нашила методом аппликации цветок добавила зеленых полосок нашивала швом зигзаг края не заделывала пусть они махрятся поддерживая общий стиль подкладочные детали такого же размера выкроила карман для уплотнения кармана приклеила с помощью горячего утюга дублерин верхнюю подгибку вход в карман я закрепила декоративной строчкой контрастными нитками это я продолжаю тестировать свою новую швейную машинку которую мне подарили на юбилей там 80 декоративных строчек которые конечно же мне навряд ли понадобятся все сама бы я такую не стала покупать можно было попроще но как говорят дареному коню в зубы не смотрят и вот теперь я стараюсь с этой машинкой подружиться ручки буду шить из трех полосок ткани это джинсовая ткань шириной 8 сантиметров уплотнитель в качестве уплотнителя я взяла фланель q шириной три с половиной сантиметра и такой же ширины полоска из подкладочной ткани получится вот такая ручка длина ручки может быть любовь это все зависит от предпочтений многие любят носить сумки через плечо надевают ручки на плечо в этом случае надо конечно делать длину больше в моем случае детали ручек длиной 70 сантиметров это будет сумка не для худышки поэтому если женщина полная ручки надо делать длиннее меня в этом попросили детали ручек прикалываем деталям сумки находим середину от середины делаем меточки по 7 сантиметров ручки прикладываем к меткам внутренней стороной и обратите внимание что это у меня лицевая сторона ручки и я ее кладу на лицевую сторону в детали сумки и при этом ручки я немного выдвигаю за верхний срез слегка скашиваю вот таким образом это нужно для того чтобы удобно было носить и вот теперь скалываем и дальше пристрачиваю на машинке то же самое и с другой деталью сумки ручки я пристрочила деталь подкладки с карманом я сейчас пристрочу к заднему полотнищу сумки но и вторую деталь подкладки к лицевой стороне сумки приточаю по верхнему срезу и вторую деталь подкладки приточаю по верхнему срезу к лицевой стороне сумки вот я соединила подкладку с верхом и дальше поступаем следующим образом я кладу детали верха друг на друга детали подкладки естественно тоже друг на друга совмещаем вот эти швы закрепляем булавочкой и со страчиваем по всему периметру не забывая оставить отверстие для выворачивания верно вот так в деталях подкладки вот я со строчила по периметру и теперь формирую уголки таким образом я развожу припуски и скалываю совмещая швы и делаю уголок таким образом чтобы у меня донышко было шириной 7 сантиметров ну вот я прострочила увернула сумку расправила в уголке и дальше делаем от строчку по верхнему краю сумки подкладочку надо будет немножко заглубить на изнаночную сторону чтобы она не выглядывала и где-то миллиметров 67 от верхнего края прокладываем строчку ну а для этого почаще скалываем и к машинке и вот сейчас при прокладывании этой строчки и пуски которые мы делали вы помните мы выдвигали ручки немножко да они у нас попадут еще раз в шов и это будет еще одна закрепка чтобы ручки нас не подвели сделала я от строчку и осталось зашить отверстие для выворачивания и как всегда я это делаю вручную девочки не стежка секрету всему свету как оказалось мои сумки пользуются спросом за один день мне продали 8 сумок не скажу что я как-то очень очень обрадовалась но во первых для меня это было очень неожиданно ну и конечно же чего скрывать было приятно ну и конечно это же лучше чем складировать свои изделия таскать их по выставкам и конкурсам что в общем-то мне уже надоело большей части я свои вещи раздариваю как вы используете свои изделия поделитесь пожалуйста в комментариях ну вот я зашила сейчас проглажу вашему вниманию готовая сумка так она выглядит с лицевой стороны и вот такая скромная задняя часть и я жду ваших комментариев надеюсь сегодняшнее видео вам понравилось может быть что-то полезное для себя почерпнули если вам не жалко ставьте лайки подписывайтесь на канал кто не подписался и жмите на колокольчик я с вами прощаюсь до скорой встречи